Музыкальный портал Музфлэйм представляет Музподкаст Яркие музыкальные релизы Интересные и курьезные новости из мира музыки и шоу-бизнеса Музподкаст Мы ворвались в твои уши Ведущий нет морали Билборд меняет правила В чем же выгода для артистов Какую строчку занял Кельвин Харрис Ютуб заключил важнейшую сделку Об этом и другом вместе с нет морали В новом выпуске радиошоу Музподкаст Известный чарт Билборд вот уже несколько десятилетий Не менял свои правила составления рейтинга Учитывались продажи дисков за неделю в США Но музыкальная индустрия не стоит на месте Им замечать цифровую революцию Установиться практически невозможно Именно поэтому издание сообщило о новых правилах Начиная с 3 декабря в рейтинге Билборд Будут участвовать потоковое прослушивание Если с одной пластинки пользователи прослушают треки 1500 раз То это будет засчитываться за покупку одного диска Известно, что данные будут собираться с таких популярных сервисов Как Bix Music, Google Play, Xbox Music и так далее Кроме этого вступают в силу и другие нововведения Цифровые продажи любых десяти треков с одного альбома Будут считаться за покупку одного диска Аналитики сообщают, что популярные артисты получат огромную выгоду Благодаря изменению правил К примеру, последняя пластинка Ариана Гранде Занимала в Билборд всего лишь 36 место Если бы учитывались прослушивания и продажи отдельной композиции То релиз американской певицы мог бы стать 9-й Кевин Харрис попал в тройку лидеров в мировом чарте альбомов Кевин Харрис с новой пластинкой Motion дебютировал на третьей строчке мирового чарта альбомов Индустрии United World Chart Альбом содержит три весьма успешных сингла Возглавивших в свое время хит-парад Великобритании Андро Контрол и Summer А также записаны при участии британского исполнителя Джона Ньюмана Блейн К слову, недавно состоялась премьера новой композиции шотландского диджея Outside Записаны при участии британской певицы Элли Голдинг Новинка еще не успела возглавить песенный чар страны, но уже вошла в первую десятку А новый альбом Taylor Swift тем временем остается на вершине А суммарные продажи за две недели составили почти 2 миллиона копий Таким образом, пластинка 1989 стала четвертым самопродаваемым альбомом по итогам 2014 года На сегодняшний день еще в пределах верхней десятки успешно дебютировали итальянский музыкант Васка Росси и японская рок-группа Глей Их альбомы занимают шестую и седьмую позиции Также к десятку вернулся саундтрек к анимированному фильму «Холодное сердце», Который незначительно увеличил свои стабильные продажи Спрос потребителей на самый продаваемый альбом 2014 года с приближением к зиме только возрастает В топ-40 также попал Боб Дилан с новым релизом И легендарная рок-группа Pink Floyd с лонгплеем «The Endless River» Полную топовую десятку чарта United World Chart вы можете просмотреть на нашем официальном сайте www.move-defisflame.ru YouTube заключил важнейшую сделку с лейблами и запустил платный стрелок При надлежащей корпорации Google гигант онлайн-видео на днях подписал соглашение с правовым агентством «The Maryland Network», Который представляет интересы более 20 тысяч независимых лейблов со всего мира И хотя детали сделки не разглашаются, это определенно хорошая мавы для электронного сообщества Потому как в ассортименте «The Maryland Network» есть лейблы класса как «Armada Music» YouTube уже заключали контракты с крупными издателями На переговоры с независимыми компаниями в этом году зашли в тупик, когда видеохостинг начал угрожать удалением контента артистов и лейблов, не подписавшихся под новыми условиями лицензирования Коммерческие организации, представляющие интересы небольших импринтов, жаловались, что им предложили менее выгодные условия отчисления роялти за каждый просмотр или прослушивание, чем те, которые пользуются монстром музыкальной индустрии, как Universal и Sony YouTube Music K может в кратчайшие сроки раздавить конкурентов по стримингу каталогом, возможностями и лояльностью абонентской базы Но даже после достижения консенсуса YouTube не удалось избавиться от головной боли в лице XL, Recordings и Domino Recordings Company, которые громко заявляют о политике дискриминации со стороны Google, которые не хотят платить, цитата, «справедливые роялти» В ответ оба лейбла не дают YouTube доступ к бэк-каталогам своих артистов Calibra Adele и Arctic Monkeys Премиум сервис YouTube Music K, который сейчас находится в стадии бета-тестирования и доступен пока в семи странах, предлагает подписчикам потоковую трансляцию в высоком качестве без рекламы, в аудио- и видеоформатах Месячная подписка по схеме «всо включено» будет стоить около 10 долларов в месяц, а пока тестеры, получившие доступ по приглашениям, могут приобрести абонемент за чуть более скромные 7 долларов 99 центов, плюс месячная подписка на Google Play в придачу YouTube, бросающий вызов топ игроку, Spotify использует аналогичную бизнес-модель, за отсутствие рекламы и максимально высокое качество придется платить Базовый доступ бесплатен, правда с навязчивой рекламой. Из интересных особенностей стоит отметить лишь то, что YouTube, помимо неограниченного аудио и видео стриминга, позволит платным подписчикам загружать контент непосредственно на свои компьютеры и мобильные устройства Помимо миллионов композиций, уже доступных на хостинге YouTube Music K, предложит еще и огромное количество бонусных материалов, концерты, кавер, версии, ремиксы, бэкстейдж, видеоартистов и так далее Учитывая объем уже загруженных видео, логично было предположить, что в один момент компания разработает и внедрит программное решение, которое позволит напрямую снабжать подписчиков релевантным контентом, зарабатывая на этом деньги Таким образом, соревнования между компаниями в этой сфере набирают все большие обороты, сами сервисы становятся более совершенными и привлекательными, что служит прямым подтверждением того, что здоровая конкуренция и инновации идут только на пользу для всех Еще больше новостей только на нашем официальном сайте www.musdefisflame.ru Музыкальный портал Муз Флейм представляет Муз Подкаст Яркие музыкальные религии Интересные и курьезные новости из мира музыки и шоу-бизнеса Муз Подкаст Мы ворвались в твои уши Ведущий нет морали Официальный спонсор и партнер портала Муз Флейм – Freelance Studio N-Pro N-Pro Studio предлагает Разработка логотипа, эмблемы, фирменная надпись, создание обложки на любой релиз, создание афиши для любого мероприятия, обработка фото, ретушь, тонирование, цветокоррекция, веб-дизайн для вашего блога, группы, сайта, аудиозапись джинглов и интро рекламных роликов, создание, обработка, монтаж, видеорядок Человеческие цены – все зависит только от сложности работы Так под названием «Слэпдэш». Поехали! Слэпдэш! Слэпдэш! Субтитры создавал DimaTorzok Лейбл Муз Флейм представляет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий трек выпущен на нашем лейбле Муз Флейм Я никак не мог обойти стороной И считаю своим долгом поделиться с вами Этой интересной работой в рамках радиошоу Муз Подкаст Оставляю вашему вниманию эту мощную композицию Которая теперь, к слову, находится и в моей личной коллекции Итак, Skip On и его трек Шторм Официальная дата релиза 11 декабря 2014 года Хэштег Битпорт Муз Флейм Skip On Поехали Лейбл Муз Флейм представляет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лейбл Ситуэйт Аудио принимает заявки на сведения и мастеринг ваших треков Есть масса причин, по которым музыканту не следует заниматься мастерингом композиции самостоятельно Отсутствие времени Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч Музыкальный портал Муз Флейм представляет Муз Подкаст Яркие музыкальные релизы Интересные и курьезные новости из мира музыки и шоу-бизнеса Муз Подкаст Мы ворвались в твои уши Ведущие и шоу-бизнеса Музыкальный портал DimaTorzok Музыкальный портал DimaTorzok Музыкальный портал DimaTorzok Музыкальный портал DimaTorzok